Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 9 декабря. Память преподобного Стефана Новосиятеля. Новосиятелем преподобный Стефан назван потому, что сиял подобно древним подвижникам святой жизни. Преподобный Стефан родился и воспитание получил в Константинополе. Родители его Захария и Сеофания отличались благочестием и добродетелями христианскими. Жили они недалеко от святого храма первомученика архипиакона Стефана. Сеофания, мать преподобного, еще во время беременности им соблюдала строгое воздержание относительно пищи. До самого рождения его она вкушала только хлеб с овощами и воду, своей матерней утробу уже приуготовляя подвижника. И как только родился младенец, у него на груди обнаружилось прекрасное изображение креста, которое было видимым знамением того распятия плоти со страстями и похотями, какое проявил он в последующей своей жизни. В воздержании он начал соблюдать еще в младенческих теленах, когда питался грудью своей матери. Он не принимал молока матери, если она предлагала ему кормление по примятию обильной пищи. И это случалось многократно и продолжалось тогда по два и по три дня. Так что родственники святого младенца, наблюдая то, недоумевались и сокрушались. Но это нисколько не вредило здоровью детяти. Младенец был крещен, возрастал и был отнес от груди матерней. Достигнув отроческого возраста, он охотно и с прилежанием занялся книжным учением, соблюдая повиновение своим родителям. Когда же архиерейскую кафель занял святой Мефодий, патриарх Константинопольский с 842-846 гг. Что по устроению Божией благочестивый Захарий, отец Стефана, удостоен был сана пресвитерского с причислением к лиру Великой Константинопольской церкви. В то же время и богомудрый Стефан принял пострижение и поступил в число клириков той же церкви и, между прочим, предсказал скорую кончину своему родителю. На 18-м году по смерти своего отца преподобный Стефан подъял на себя подвиг затворничества. Уединясь в церкви святого и верховного апостола Петра, он пребывал там в непрестанной молитве и питался только овощами. Здесь он вскоре получил в своем подвиге ободрение свыше. Однажды ночью явился к нему апостол Христов и сказал «Мир тебе, тяда! Да будет тебе во благо это начало добродетельного жития твоего, и да укрепить тебя в том Господь!» Прожив так три года, Стефан сподобился и все видение священному теника Антипы, который вившись ему сказал «Мир тебе, тяда! Будь внимателен к себе, не оставлю тебя!» Это внушение расположило преподобного еще более усилить свой подвижнический труд в молитве и посте. С этого времени он только однажды или дважды в неделю вкушал овощи, притом без соли. Проводя так жизнь, Стефан достиг высокой степени нравственной чистоты, удостоился сана святительского и совершил многие чудеса. В 12-м году царство неблагочестивого царя Василия и сороковом жизни Стефана произошло великое землетрясение, от которого церковь святого Антины, при котором в то же время обитал преподобный, разрушилась совершенно. И удалился преподобный из того места и поселился в одной гробовой пещере и провел в ней 12 лет. В это время все волосы на голове его и на бороде, равные зубы, выпали, и все тело его пришло в расслабление, так как в пещере то и была большая сырость, и преподобный дошел до крайней степени умершления плоти своей. Изнурив таким образом плоть свою, он потом вышел из пещеры, но и после того в постели ему служила простая доска, покрытая жестким рубищем. Потом он принял ангельский стильнический образ и только в господские праздники по совершению божественной службы вкушал по одной овощинке и немного воды. Так питаясь, все блаженный гражданин Отечества Небесного в продолжении 50 лет проходил свой тесный строго подвижнический путь жизни. И на 73 году все своего жития всего, а лучше сказать умершление плоти своей, предал дух свой Богу в 912 году. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok